Фермеры требуют от правительства погасить до конца марта задолженность по выплате субсидий за 2023 год, предназначенных для компенсации процентов по банковским и небанковским кредитам. Как подчеркивает в распространенном пресс-релизе Ассоциация Форца Ферми Ейлор, это необходимо сделать, чтобы не допустить окончательного уничтожения агропроизводителей и предотвратить социальные волнения. В Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности нашему телеканалу заявили, что долгов по данному виду субсидий нет и выплаты проводятся в соответствии с действующим механизмом. В своем пресс-релизе Ассоциация Форца Ферми Ейлор утверждает, что в аграрном секторе ощущается острая нехватка финансовых средств. Аграрный сектор в настоящее время декапитализирован. Тысячи микро, малых и средних фермерских хозяйств находятся в долгах, подвергаются давлению со стороны кредиторов и не располагают достаточными средствами для начала весенних полевых работ. Румынское дизельное топливо, обещанное с июня 2023 года, еще не дошло до фермеров. Чтобы не допустить окончательного уничтожения агропроизводителей и предотвратить социальные волнения, Ассоциация Форца Ферми Ейлор настаивает, чтобы до 31 марта 2024 года была выплачена хотя бы задолженность по субсидиям, которые компенсировали бы выплаты аграриев по банковским и небанковским кредитам, говорится в заявлении Ассоциации Форца Ферми Ейлор. Как заявил для Пятого канала исполнительный директор Ассоциации Форца Ферми Ейлор Александр Слуцарь, задолженность по субсидиям для компенсации процентов по кредитам аграриев за 2023 год составляет около 350 миллионов леев. Для сельхозпроизводителей это жизненно важный вопрос, подчеркнул Слуцарь. По кредитам сумма примерно где-то, насколько я помню, где-то 350 миллионов была. Вот с ноября до февраль, по февраль это самый период, когда нужно рассчитываться по долгам. И перед банками, и перед микрофинансированием, и перед поставщиками удобрений и пестицидов. И многим нечем. И они вот сейчас, фактически у них денег нету, но они ведут переговоры. Кто-то реструктурирует, кто-то не может. На кого-то подали в суд, на кого-то есть исполнительный лист. Это такой процент, который будет длиться, я думаю, если не будет поддержки государства, то к осени результат будет ужасающий. Отвечая на вопрос, какие меры предпримет Ассоциация Форца Ферми Ейлор, если данное требование не будет удовлетворено, Александр Слуцарь сказал, что решать будут фермеры. Об этом сообщат дополнительно. На просьбу нашего телеканала прокомментировать сложившуюся ситуацию в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщили, что у Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве долгов по этому виду субсидий перед фермерами нет. В 2023 году Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве получило 2971 заявку на сумму 376 миллионов 700 тысяч леев. По данным на 23 января выплаты произведены на сумму 79 миллионов 600 тысяч леев по 548 заявкам, сообщила пресс-секретарь ведомства Даниела Туркулец, уточнив, что таков механизм выплат. Она добавила, что Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности запросило из резервного фонда правительства 50 миллионов леев в качестве дополнительной меры поддержки фермеров, выращивающих кукурузу, которые пострадали от засухи 2023 года, а также аграриев, понесших большие убытки из-за града, который выпал 25 и 26 июля. Что касается дизельного топлива, которое было обещано Румынией, то ранее министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил, что оно поступит в Агентство материальных резервов Молдовы к концу января. Пресс-секретарь правительства Даниэл Вода обещал предоставить комментарий на тему субсидий, однако к моменту подготовки этого сюжета к эфиру ответ от него не был получен. Напомним, в прошлом году фермеры организовали несколько акций протеста в центре Кишинева и на национальных трассах страны. В частности, аграрии требовали ввести мораторий на применение штрафных санкций за просрочку платежей по кредитам и займам и выделить 500 миллионов леев на компенсацию потерь из-за засухи. Пресс-секретарь Кабмина Даниэл Воды тогда заявил, что власти помогают всем фермерам, а не только членам определенной ассоциации, в том числе путем выплаты субсидий, размер которых в 2023 году достиг 1 миллиарда 900 миллионов леев, а также возврата НДС и выдачи свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах.